Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о чемпионате Европы по футболу. И сосредоточимся на матче, который многие считают досрочным финалом. Что вот именно здесь будет определяться победитель турнира. Сойдутся лицом к лицу французы и испанцы. Команда, которая сейчас считается главным фаворитом турнира, испанцы по котировкам. Они фаворита номер один на чемпионате Европы. Ну а французы были на этом же месте до начала состязания, до начала турнира. Именно их называли главными фаворитами. Большинство всем известных контор. Ну и сейчас они сойдутся лицом к лицу, и здесь, я думаю, те, кто смотрит меня давно, понимают, насколько этот матч будет важен лично для меня. Я очень люблю испанскую сборную, болею за них бог знает с каких времен. С конца 90-х, наверное, когда начал фанатеть еще и от мадридского Реала. Ну а что касается Франции, опять же, ни для кого не секрет, что начиная с Евро 2016, это мой первый турнир в качестве ютуб-блогера, я достаточно активно кратикую Дидье Дешама. За унылый футбол, за осторожный стиль, за несоответствие уровня игроков, уровню, качеству и зрелищности футбола. Поэтому здесь, я думаю, все понимают, на чьей стороне мои симпатии, но я постараюсь быть объективным и, как лишнее подтверждение моей объективности, скажу, что, на мой взгляд, дальше пройдет, к сожалению, Франция. Увы, это будет поражение для всего футбола, это будет поражение для тех, кто любит футбол не только за унылое ваттокатание на поле, но и за красивые мячи, хорошие атаки и все, что делается красиво и эстетски на футбольном поле. Но уровень исполнителей у французов настолько высок, что они могут дойти до финала, в принципе, и без тренера. То есть, как бы Дешам не старался портить сборную Франции, уровень игроков слишком высок. Французы, как-никак, однажды до финала чемпионата мира дошли. Не имея тренера как такового, Раймон Доминек, человек невменяемый, который выбирал футболистов по знаком Зодиака в сборную Франции, делал все от себя зависящее, чтобы команда развалилась, не смог своего добиться. И французы, несмотря ни на что, благодаря великому поколению Зидана и остальных, дошли до финала. Где проиграли итальянцам, но тем не менее. Сейчас мы видим нечто подобное. Совершенно не кудышный, на мой взгляд, тренер Дешам. Делает все от себя зависящее, чтобы французы вылетели, но французы идут дальше, потому что у игроков есть такой уровень таланта, что здесь, даже специально делая хуже, ты не добьешься от этой команды вылета. В общем, давайте разберемся в этом матче, обсудим все плюсы и минусы, обсудим фалоритов, я считаю, таковыми французов здесь и обсудим здесь испанцев, которые будут пытаться этой французской звездной машине противостоять. Друзья, мой товарищ Дмитрий является большим мастером по анализу и прогнозам футбольных матчей. Недавно он успешно поднялся на чемпионате мира, ну и потом еще и как следует зажег на чемпионате Европы со своими прогнозами и умелой аналитикой футбольных матчей. Если вы хотите получить его бесплатные прогнозы, то проходите на телеграм-канал Лысая Ставка, потому что, как известно, лысые ребята вроде Гвардиолы, Зидана и остальных, это самые козырные персонажи в футболе. А здесь, ну, сами понимаете, и в мире прогнозов они тоже зажигают по полной программе. Здесь вас ждут точные рекомендации, бесплатная аналитика и качественные прогнозы. Все это по ссылочке в закрепленном комментарии на телеграм-канале Лысая Ставка. Итак, касательно сборной Испании, начинаем с андардога по традиции, в чем их преимущество. Во-первых, конечно, тренер Делу Фуэнте. Ждать от него каких-то сюрпризов, наверное, в этом матче не стоит. Делу Фуэнте достаточно консервативный наставник в плане выбора состава, в плане обоймы и всего остального. И всем понятно, где будет играть, с какими задачами, с какими целями. То есть здесь ждать от него каких-то сюрпризов в стиле перехода на новую схему не стоит. Но здесь очень важно то, насколько технично и тонко Делу Фуэнте подстраивается под конкретные проблемы соперника, используя их и реализуя. И поэтому здесь я не жду каких-то революций, но если кто кого и будет пытаться переиграть тренерски, то это, конечно, испанец. Потому что у Испании есть тренер, а у Франции тренера нет. Я бы сказал, если бы у Франции фактически не было бы тренера вообще, я думаю, сборная Франции играла бы намного лучше. Но у них Дешам. Это как проклятие для французской сборной, которое привело к тому, что великие поколения французской команды до сих пор имеют всего лишь один трофей за все время с Дидье Дешамом. Хотя такой состав без тренера регулярно должен доходить до финала и периодически его выигрывать. Что касается других нюансов. Испанцы моложе. Это, с одной стороны, проблема, потому что у французов намного больше опыта. Но, с другой стороны, испанцы за счет этого могут не то, чтобы переиграть, а перебегать своего оппонента. Испанцы могут реализовать это преимущество на длине всего матча, если матч затянется в дополнительное время. Испанцы плюс к этому, ну скажем так, имели дополнительные дни отдыха. Потому что, напомню, в последнем туре испанцы, уже решив все вопросы, играли заключительную встречу группового этапа резервным составом. Поэтому многие ведущие футболисты так или иначе смогли отдохнуть. Сейчас это важный нюанс, потому что и испанцы в овертайме играли, и французы в предыдущем матче. Так что тут и та, и другая команда могут быть измождены, и это, конечно, сыграет свою роль в данной встрече. Еще одним важным преимуществом испанцев является то, что они лучше играют в футбол. Опять же, мы видим сборную звезд, команду звезд французов и команду звезду. Испанцы понятны, испанцы выстроены, у испанцев есть тренер, у испанцев есть системность, у испанцев есть понятный стиль и понятный футбол. Поэтому здесь, с футбольной точки зрения, если испанцы пройдут Францию, это будет победа команды над сборищем звезд под руководством никудышного наставника. Поэтому тут, опять же, качество футбола, организации, это все на стороне испанцев. Ну и, как бы это сказать, есть у меня ощущение, что французы, которые слишком уж на тоненького проходили многих соперников, что все-таки запас вот этого бесконечного везения, что у них, что у англичан, рано или поздно, наверное, должен все-таки закончиться. Поэтому здесь, не знаю, это не совсем футбольный плюс, это скорее что-то эзотерическое, но тем не менее. Хочется верить, что бесконечное везение французов абсолютно незаслуженное, на мой взгляд, все-таки будет исчерпано. Что касается Франции, они сильнее испанцев на всех позициях. Вот к вопросу о том, что многие отнекиваются, что у Дэшама не такой хороший состав, я преувеличиваю. Ну кто лучше как вратарь? Унай Симон или Миньян? Ну, по-моему, всем все понятно. Унай Симон при всем уважении ворочек. Хороший, классный, но Миньян, смотрите, что он творил в Милане и так далее. Это совершенно иной уровень. Защита. Как бы это сказать? Разумеется, здесь есть определенная доля иронии, но тем не менее. Основные центральные защитники сборной Испании, Ленорман и Лапорт, это фактически французы, которые не смогли пробиться в свою команду. И по остаточному принципу начали играть за Испанию. Ну, с Лапортом это в прямом смысле произошло, с Ленорманом, вроде как он тоже хотел поиграть за Францию, потом в итоге перешел в испанскую систему ближе. У них двойное гражданство, что у одного, что у другого. Это как бы уже технично намекает. Так тут еще и проблема в том, что испанская оборона понесла огромные потери. И здесь непонятно, кто справа сыграет, непонятно, что Кукурелье выдаст в этой встрече, а он очень нестабильный. В общем, с защитой тоже все понятно. Полузащита. До потери Педри, я бы сказал, по имуществу испанцев, после потери Педри, мне кажется, что французы, условно говоря, в связке Канте-Чуамини плюс Камовинго будут сильнее, чем испанцы. При всем уважении к Руису, к Ольма, здесь против них выйдут ведущие хавбеки Реала. Здесь Канте, да, постаревший, но по-прежнему великий и могучий, который может здесь выжечь все что угодно. Это будет страшная полузащита именно в контексте матча против испанцев, потому что это очень тягучая, жесткая, оборонительная в чем-то полузащита, которая здесь как раз комбинационный вот этот футбол Испании будет накрывать. У кого сильнее полузащита? Ну, получается, теперь уже после потери Педри точно у французов, при всем уважении к Ольмы. А так, ну, можно долго рассуждать о том, что Мбаппе там мозгами был на выборах и агитировал голосовать то ли за Макрона, то ли за кого-то еще. Можно долго рассуждать о том, что футболисты группы поддержки не тащат и все в этом духе, но у испанцев, простите, непонятно, что там будет с нападающим, сыграет Марата или нет. Нет, главная звезда 16-летний пацан и все в этом духе, но здесь опять же у французов даже в этих ситуациях, что вроде как у них есть какие-то проблемы, у них все равно преимущество. У французов глубже состав, мощнее. Сейчас после потерь, которые понесли испанцы по ходу этого турнира, у них проблем стало еще больше на отдельно взятых позициях и особенно в плане глубины. Поэтому здесь, ну, у французов объективно намного сильнее обойма, намного сильнее состав. И здесь, как я уже сказал, это команда звезд против команды звезды. Поэтому французы атлетичнее, могут задавить, если что. Французы опытнее, что очень многое решает на стадии полуфиналов, решающих встреч. Французы — это команда, которая сейчас имеет настолько мощную компиляцию опыта, звездного состава, атлетизма, мощи и всего остального, что остановить ее очень сложно. Дэшам, как тренер, делает все от себя зависящее для того, чтобы эта сборная играла дерьмово и желательно каждый матч доводило до, я не знаю, каких-то пенальти, либо каких-то критических моментов, когда в концовке приходится добивать тех же самых бельгийцев. Дэшам делает все от себя зависящее, чтобы сборную Франции было интересно смотреть в плане интриги. Потому что был бы здесь нормальный тренер, эта сборная всех бы вынесла в одну калитку. Поэтому здесь главная надежда испанцев — это тренерский талант Дэла Фуэнте, целостность системы, командность взаимодействия испанцев против вот этого сумасшедшего звездного состава французов.